По сравнению с сезонным гриппом, который приходит к нам каждую зиму, действительно этот штамм H1N1, он опасен своими осложнениями. Он агрессивный. Поэтому самое серьезное осложнение – это вирусная пневмония, которая может развиться очень быстро, на третий, на четвертый день. Вот именно этим он опасен, своими осложнениями и тяжелым течением. Если обычный грипп выражается в высокой температуре, в слабости, катаральные явления, респираторные явления, то при свином гриппе еще есть явления со стороны желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота и так далее. Каждый год говорят, что именно сейчас обострение этого гриппа, что делать, все пропало. На самом деле, именно сейчас он дошел до нас, из Азии, главным образом приходит. Именно сейчас погода и температурные условия, они способствуют его распространению. И именно почему говорить об осложнениях, частых и опасных, даже есть смертельные случаи, это потому что, к сожалению, играет роль не только его высокая агрессивность, но и любовь наших людей, неистребимая, пока лечится в аптеку. То есть, что нужно делать, если ты заболел? Лечь в постель, вызвать врача. Что делает наш среднестатистический гражданин? Он идет в аптеку и говорит, дайте мне что-нибудь от головы, от кашля, от того, от всего и доброго, от тетенька фармацевта, чаще всего не фармацевт, начинает ему, как в магазине в колбасном, предлагать разные вкусные и полезные лекарства. И человек запускает болезнь, а очень опасен вирус гриппа для маленьких детей, для беременных женщин, для пожилых людей, для людей с хроническими заболеваниями. То есть, для тех людей, у которых иммунная система не всегда может дать достойный ответ. Поэтому наши люди не соблюдают постельный режим, лечатся в аптеках, и очень часто случаются осложнения, которые действительно очень опасны для здоровья. Вакцинироваться поздно, потому как иммунный ответ наступает через месяц, а если ты заболел, тем более это делать опасно. Профилактические меры очень простые. Первое – это марлевая повязка, которую нужно менять каждые два часа, особенно если вы пользуетесь общественным транспортом. Если вы заболели, то это просто ваш гражданский долг, чтобы не заразить ни коллег, ни своей семьей, тем более маленьких детей. Очень простые методы – это когда вы приходите с работы, из школы ваш ребенок пришел. Проплощите горло, даже можно просто простой водой. Промойте нос. То есть удалите те вирусы, которые ваш организм задерживает на своей слизистой. Сейчас многие имеют пластиковые окна. То есть циркуляция воздуха свежего нарушена, греет батареи вас все. Соответственно, влажность в наших квартирах, она ниже 30%. Немногие на это обращают внимание, но это вызывает сухость наших дыхательных путей. И вирусам легче проникнуть через слизистую, потому что барьерная функция страдает. Соответственно, это очень опасно для маленьких детей, потому что у них есть специфика дыхательных путей, и сухость слизистых для них вдвойне опасна. Продолжение следует...